С братом одного веса и как бы делили соревнования. Дебют Адама Тайкиева состоялся в 97-м году на чемпионате Европы в Варсаве. Он занял тогда четвертое место. А пожалуй вот наибольшей популярностью он достиг уже в 99-м году, когда выиграл первый чемпионат Европы, затем сразу же чемпионат мира и вновь европейское первенство. Три подряд призовых места. Сейчас он борется в новой для себя весовой категории, чуть тяжелее, но на чемпионате России, на турнире в Красноярске в памяти Ивана Ирыгина он уже боролся в этом месте и показал совсем неплохой результат, занял и там, и там первое место. Борьбу Адама, во-первых, она очень похожа на стиль ведения поединка из старшего брата. Это спортсмены словно кости. Посмотрите, они сами как бы контролируют соперника, сами хватают, и в то же время их очень тяжело бросить. Очень изворотливые сетки. Ну, всякое бывает, вот мы вчера видели, как Буасяр проиграл. Итак, я не представил еще соперника Адама. Это Бибулат Мусаев, представляющий Беларусь. Соперник не из слабых. В общем-то это Олимпийские игры, здесь слабых и не может быть. Келеберный медалист от чемпионата Европы, причем именно в этой Саусской горе. Значит, опыта у него достижение чуть-чуть побольше. Бронзовый призер международных турниров Минске и Александрии. Все эти турниры 2000 года. Один балл уже ведет Адам. Сейчас в положении портер. Спокоен. Адам всегда, если спокоен. Если БВСА может позволить себе бутлить эмоции, то Адам всегда сдержан. И внутри, если и заводится, потом все это сказывается как правило на сопернике. Пропустил захват Нобу. Сейчас, скорее всего, отыграют балл. Да, так оно и есть. Мусай сравнивает счет 1-1. И атакует положение портера. Теперь мы постараемся показать вам поединки. Суперите всех наших борцов. Ну, по мере возможности. С вечера уже, с вечера, по времени сильное. Мы уже точно будем знать, кто вышел в этот финал, кто нет. И вчера снялся для того категория. Скажем, что 50% успеха у Маханов, Мурат и Сагид Морфазалиев великолепно отборолись первые схватки. И если Мурат Маханов боролся, можем сказать, повезло, и он сразу вышел в полуфинал, то Сагиду Морфазалиеву предстоит еще и в суперфинале бороться с борцом ингрессом. Оба показали хорошую, стабильную борьбу, разнообразная техника, уверенность в себе, и это, пожалуй, самое главное. Атакует Адам. Еще один балл зарабатывает за перевод соперников в портер. Сейчас вполне возможно развитие атаки, хотя остается и 5 секунд. Не исключаю, что Адам предпочитет отдохнуть. И так оно и получилось. Еще 30 секунд. Тайм-аут. 2-1. Небольшое преимущество. Это первая схватка для Тайкиева на Олимпийских играх. Понятно, что волнует, переживает. Рядом с ним его тренер и наставник всей сборной России Дмитрий Лидиасвили. Адама тренирует Алексеев, один из братьев, прославленных наших борцов. Второй период. Износ Адам переводит в портер. Попытался. И вот в цирке Мусаев устоял на ногах. И не знаю, чем может закончиться эта атака. Возможен и бросок. Посмотрите. Нестандартная ситуация. Один балл все-таки зарабатывает Адам за атаку. И 3-1. Третий соперник этих борцов с группами турнира я сейчас посмотрел. Это австралиец Игорь Прапурсников. Ну, мало что нам можно рассказать, но австралийские борцы в целом еще не зарекомендовали себя на международной арене. Возможно, они только сам начальник его купил. Вы знаете, пока не получается, что-то теперь борьба у Саи Киева в портере. Несколько раз он получал преимущество и почему-то не использовал его. В случае он выглядит гораздо увереннее, ну, а про Мухаева справа, чтобы не сказать положительного, потому что он все и поверщается. И только в начале, опять, он, видимо, может набрать этот балл, но все может быть. Может, он просто изучает на последние минуты и получит такую возможность, заметит, что расслабился соперник и проведет атаку. Обоюдно сейчас. Атака и все-таки забегает за спину с Саи Киев, получает четвертый балл. Ну, из-за такого захвата, что второй свой переворот был был. Или опять отъезжает. Ну, по-моему, что Адам просто пробует себя. Турнир только начался. Впереди еще может быть пересхватки. А то и пять. Поэтому, конечно, если пила адаптированному предмету, это не хотя бы правильно. Хотите, если минуты еще находимся в сопернике на поле, в случае, если без билату неудобства справиться. Дорогие друзья, вот из Мишалий Бейбулат за выступать за Беларусью, кто здесь по-моему может быть дагестантом? Честно, ничего не говорю, но Бейбулат Мишалий это чисто дагестантские фамилии. По-моему, вероятно, что это вагестан. Вагестанцы мы не знаем, но по-фамильной, по-крайней мере, мы можем быть в��ом. И не знаю, не единственно, а неopic на последних секундах 隊инг.. не только отыгрывал, но и выигрывал в дальнейшей схватке. А вам, я понимаю, дорогие жители, что это последняя схватка на этой катете. Остальные схватки будут смотреть в катете номер два. Еще в секунду конца схватки, и Адам в России здесь выигрывает. Весе 85 кг. И, наверное, помните, что в 8-м весе олимпийским чемпионом является Багестаник Хаджимрад Магомедов. Время не стекло. В таком 4-1 побеждает Адам Сайдис. И здесь вот верующие соперника изверя пропорции.